На часах 7 вечера, это значит пришло время рассказать вам главные новости города. В студии Андрей Фадеев и вот главные темы дня. Кто будет расплачиваться? Пострадало много одежды, мебели, шкаф развалился. После пожара ждут возмещение ущерба хозяева шести квартир, как быть тем, кто оказался в подобной ситуации. Капремонту капремонт. В новом году небезызвестный фонд реформирует, что нас ждет. Пластик туда, бумагу сюда. Я хочу, чтобы мои внуки, правнуки жили в чистой стране. Можно ли зарабатывать на отходах кругленькую сумму? И какой сюрприз для вас приготовили музейщики? Об этом и не только. Смотрите прямо сейчас. Начну выпуск с происшествия, которое для жителей гостинок стало уже недоброй традицией. Накануне из-за сильного пожара огнеборцы эвакуировали жителей дома по Свердлово 51А. Людей выводили в кислородных масках. К счастью, никто не пострадал. Сейчас главный вопрос, кто будет возмещать ущерб и от воды, и от огня. Пламя прямо аж вот так сюда вышло. Очевидец пожара Максим рассказывает, в этой квартире никто не жил. Дверь всегда была нараспашку. Постоянно собирались бездомные. Накануне молодого человека разбудили крики соседей. И через мгновение дом погрузился во тьму. Дома много было. Пожар сильный был. Я сам видел этот пожар. Я поднялся вместе с пожарными, чтобы посмотреть. Там пламя было. Такое ощущение, как будто баллоны газовые взорвались. Пожарные приехали быстро, но уже успели расплавиться пластиковые трубы. Сомкнулась щиток. Возадымленным коридором жители выводили в кислородных масках на улицу. Пожар потушили, соседи затопили. В непригодность пришла и квартира этажом ниже. В ней живет Ольга Усенек. На следующее утро я встала. У меня весь пол был в воде. Вся одежда, вся мебель в воде. Мне пришлось выкинуть как палац, так у меня пострадало много одежды, мебели. Шкаф развалился. Я только притронулась к нему, он просто упал на бок. Отклеились обои, нет электричества, жить невозможно, говорит женщина. Свой ущерб она оценила в 20 тысяч рублей. По общему правилу, возмещать его должны вовсе не пожарные, а виновник случившегося. Собственник квартиры, который, по словам жильцов, сейчас находится за решеткой. Юристы предлагают не медлить и как можно скорее обратиться в суд. Елена Суханова, Екатерина Кравцова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. Хочешь жить в России, учи уроки. Накануне в Березняках шесть иностранцев получили российские паспорта. Но перед этим им пришлось сдать настоящие экзамены на знание истории нашей страны и русского языка. Также новоявленные россияне зачитали клятву на верность новой родине. Я, Владанин Асос Хайкович, добровольный и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации, клянусь соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан. Эти люди сдали экзамены на знание русского языка и нашей истории, поклялись в верности стране и пообещали уважать ее культуру и традиции. А присяга – это не пустой звук. Теперь у новоявленных россиян есть не только права, но и обязанности перед государством и обществом. Попрошу это всегда помнить, чтить традиции, уважать закон, конституцию и законный нормативный акт. Еще раз разрешите вас поздравить с этим, в принципе, праздничным моментом, пожелать всего самого хорошего. Данные люди теперь официально граждане России, Российской Федерации. После принятия присяги ими будет получен паспорт гражданин Российской Федерации. Помнить культуру родного края стоит и коренным пермякам. Всех желающих приглашают принять участие в проверке знаний. Завтра в нашем городе пройдет этнографический диктант. И не просто диктант, а большой диктант. Ведь в нем принимают участие жители не только нашего региона, но и соседних. Проверить себя на знания культуры разных народов может любой желающий. Достаточно только прийти завтра в Политехнический университет на Тельмана 7 к 12 часам дня. Продлится он всего 45 минут. Диктант включает в себя 30 вопросов. 20 вопросов из них будут общего характера, а 10 вопросов будут касаться этноса Пермского края. То есть какие народы и какие народности проживают в Пермском крае и что мы о них знаем. Как вы уже, наверное, догадались, акция грамотности приурочена ко Дню народного единства. Каждый участник получит на память сертификат. Продолжу выпуск. В Березняках установили 30 контейнеров для сбора пластиковых бутылок. Кстати, в Европе и крупных городах России сортировка мусорных отходов – обычное дело. Александра Зеленина узнавала, готовы ли горожане к экологической революции в своем сознании. Николай Вотинцев, известный березняковский активист, пожалуй, первый в рядах защитников природы. Николай уверен, за чистоту на всей земле в ответе каждый. Да и совсем нетрудно распределить мусор по разным контейнерам. В первую очередь, да, я за экологию. Я хочу, чтобы мои внуки, правнуки жили в чистой стране. Вообще, вести раздельный сбор отход – это дело двух минут. Это чисто, это культура. Из таких контейнеров пластик попадает на сортировочную базу. Здесь отходы фасуют по десяткам наименований, прессуют и отправляют дальше. На перерабатывающие заводы обретать вторую жизнь. Ведь вредный для природы пластик может еще заслужить хорошую службу и стать, к примеру, посудой. Наша миссия, в первую очередь, это сделать город чище. Это раз. Во-первых, потому что пластиковая бутылка – это такой продукт, который более 300 лет перерабатывается. В земле его нельзя оставлять. Ну, плюс они выделяют разные ядовитые вещества. Контейнеров под пластиковую бутылку становится все больше. Скоро по городу появится еще 15. А в ближайшие пять лет планы на чистоту города масштабные. Но для их исполнения нужно объединиться. К этому вопросу мы приглашаем присоединиться предпринимателей нашего города по мере сил, а также всех жителей нашего города. В Верхнекамской торгово-промышленной палате считают, что только вместе мы сможем сделать город чище. А некоторые горожане и сами уже подходят к выносу мусора со всей ответственностью. Ну, в последнее время, когда стали устанавливать вот эти контейнера, стараюсь выкидывать определенный мусор. А почему вы это делаете? Ну, потому что правильно сделали, что разделили мусор. Пластик вообще загрязняет же атмосферу. Допустим, бутылки у меня стоят пластиковые. Я пошел, допустим, две сюда положил, а мусор сюда выбросил. Картон тоже отдельно. Но это не занимает у вас какого-то долгого времени, особых усилий? Ну, время, если, конечно, их будет там тысячи, конечно, это время займет. А чтобы приобщить жителей к заботе о своем городе, объявляется конкурс селфи при поддержке Верхнекамской торгово-промышленной палаты. Фотографируйте себя, как вы выбрасываете пластиковые бутылки в специальный контейнер и присылайте фотографии в группу ВКонтакте до 31 декабря. Авторов лучших фотографий ждут отличные призы. Мы тоже присоединяемся к акции «Подари пластиковой бутылке вторую жизнь». Не ради призов, конечно. Кстати, макулатуру теперь мы тоже выбрасываем в отдельный ящик, который появился сегодня в нашей редакции. Александра Зеленина, Евгений Югов. Новости на ТНТ. А теперь пришло время рассказать, что нового ждет нас в наступающем году. На заседании правительства Пермского края обсудили реформу фонда капитального ремонта. В 2018 году дома жителей региона будут ремонтировать комплексно. Это позволит в разы повысить качество проводимых работ. За два года работы программы капремонта в Прикамье проведен ремонт в 323 домах из запланированных полутора тысяч, что составляет 22%. Далее цитата. Причинами низкой реализации программы стали отсутствие достоверной информации о техническом состоянии домов. Включение в программу домов с одним видом работ. Жители до 2044 года смогут отремонтировать что-то одно – фасад или крышу, что противоречит федеральному законодательству. Также в числе причин низкие предельные стоимости, в результате чего подрядчики просто не заявлялись на проведение работ. И плохая собираемость платежей средняя за три года составила 58%. За 9 месяцев 2017 года – 96%. Отметил Антон Удальев. Для решения вопроса с 2018 года будет осуществлен переход на комплексный ремонт, который разделен на два вида работ. Внутренняя – вся инженерная система дома, ремонт подвальных помещений и лифтового оборудования. И внешняя – ремонт крыши, фасада, фундамента. В следующем году будут отремонтированы 277 домов. Еще одно нововведение – средства фонда капремонта, собранные в каждом муниципалитете, будут использоваться только на ремонт конкретного жилищного фонда. Впереди нас ждут три выходных дня. В честь Дня народного единства понедельник также будет нерабочим. Так что планировать свой уикенд нужно уже сейчас. Если вы устали от слякоти и ненасти, мечтаете зарядиться энергией и окунуться в по-настоящему теплую атмосферу, то следующая информация для вас. В воскресенье 5 ноября в Березники приезжает полюбившаяся горожанам индийская ярмарка. Настоящий индийский чай с неповторимым терпким вкусом и невероятно красивые украшения с натуральными камнями. Аюрведическая косметика на основе сбора целебных трав и биологически активные добавки – тоже натурпродукт. Прекрасная половина человечества обязательно оценит платки ручной работы. Хотите погрузиться в необыкновенную атмосферу индийских базаров? Обязательно приходите на выставку в это воскресенье 5 ноября во Дворец культуры Металлургов. Второй этаж – выставочный зал. Шумно, интересно и незабываемо будет завтра в музее имени Коновалова. Всероссийская акция «Ночь искусств» добралась и до Березняков. Екатерина Кравцова одна из первых узнала, чем будут удивлять работники музея. Открывать «Ночь искусств» будет пермская арт-группа «Хорус-квартет». Они будут исполнять популярные песни советской эстрады. Затем свои картины презентуют местные художники. На выставке будут представлены работы почти 40 березняковских художников. Это и классические пейзажи, и работы, выполненные в современной технике. Также художники предлагают посмотреть свои необычные арт-объекты. Необычные арт-объекты и картины выполнены в самых разных техниках. Познакомиться с авторами этих работ и пообщаться с ними лично можно будет также во время мероприятия. Художники проведут и мастер-классы, поучаствовать в которых можно будет всем, и даже забрать с собой на память ваше творение. Именно в «Ночь искусств» будет презентован новый детский путеводитель по городу для малышей и для детей постарше. Называется он «Маленькими шагами по большому городу». И в нем дети смогут узнать что-то новое о своем родном городе, поучаствовать в квесте по музею, различные сделать какие-то там зарисовки, записочки. Кроме этого, ожидается и театральная постановка. Фрагменты спектакля Евгений Онегин покажут актеры драм-театра. Будет работать и необычная фотозона. «Ночь искусств» объединила самые разные творческие направления. Погрузиться в эту необычайно творческую атмосферу вы сможете завтра, 3 ноября, с 18 до 22 часов. Приходите в музей имени Коновалова. Будет интересно. Екатерина Кравцова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Впереди еще прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. В студии был Андрей Фадеев.